Это не доктор, это человек от бога. Эффект уже можно почувствовать с первой манипуляцией. Счастлив, что попал. Чувствую в надежные руки. Врач-алголог – это специалист, который занимается лечением боли от головы до пяток. В нашей стране официально такой специальности нету, в отличие от зарубежных стран, где есть такое направление, целое лечение боли, которое называется pain management. Это специалисты, которые занимаются лечением боли. Туда входят анестезиологи, нейрохирурги, травматологи, другие специалисты. У нас в России только зарождающее направление, и сейчас в крупных городах уже при больницах создаются центры, где такие услуги предоставляются людям. Я просто наклонилась, почувствовала резкую боль, и разогнуться уже не смогла. Не могла ни сесть, ни встать, ни повернуться. Кое-когда ехала до работы, кое-как отработала, таблетки никакие не помогали. Обратилась к Евгению Вячеславовичу, он провел три укола с одной стороны, три укола с другой стороны, после чего мне стало намного легче. А к вечеру уже, когда приехала домой, стало совсем хорошо. Было две операции, на пятом позвонке, развалился пятый позвонок, и поставили титановую вставку туда. И вот первую операцию сделали в Москве, полгода было вроде бы нормально. Потом через полгода пошло рубцевание, опять мне плохо. Я обратился в Москву, мне опять сделали вторую операцию. Прошло три месяца, и все. У меня начались боли, 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 я куда не обращался. Когда я обратился до Евгения Вячеславовича, он говорит, попробуем. Он не говорил, что я сделаю, он говорит, попробуем. За что он не брался попробовать, и у него все получалось. В зависимости от продолжительности боли, в зависимости от интенсивности боли, в зависимости от того, насколько долго это дело проболеет, пациент имеет право обратиться к любому специалисту. И когда уже пролечил, посмотрел, если что-то не помогает, уже можно обратиться к алгологу для того, чтобы провести грамотный нейроортипедический осмотр, поставить, определить топику и назначить более радикальное лечение. Технология Евгения Вячеславовича намного эффективнее, чем лечение простыми лекарственными препаратами, более продолжительного действия, чем вот будешь лечиться таблетками и инъекциями простыми. Какая была боль, и потом, насколько быстро она притупилась, вот прошло, наверное, буквально 10 минут. Меня к нему завели, я с костылями, после первого его сеанса, можно так назвать его, иглоукалывание, которое мне заделось сначала, мне стало полегче. Потом пригласил второй раз, удалил мне этот нерв, который действительно, он был ущемленный у меня. Прошел по ступенькам через два часа туда и обратно, как будто молодой. Я готов был встать на колени перед ним, и целовать ему и руки, и Ной, и семья моя благодарная, и мои дети, и внуки, потому что он деда поставил на Ной. Это не доктор, это человек от Бога. И он, наверное, Боженька в кимечку поцеловал. Концепция МЭИ противоболевой терапии, она основывается на нескольких метрах, таких как лекарственная терапия, внутрикосная терапия по Сокову и интервенционное лечение. Базовая методика – это внутрикосная терапия, как я сказал по профессору Сокову, она основана на том, что я воздействую через прокол надкосницы в кости, неглубоким проникновением туда, и воздействую непосредственно на болевые рецепторы, которые находятся в самой кости. Их высвобождаем за счет того, что внутрикосное давление снижается, улучшается микроциркуляция по тканям, которые окружают непосредственно эти дерматомы, от которых иннервируются, и тем самым запускается процесс самостоятельного восстановления и регенерации тканей. Таким образом, используя внутрикосную терапию по Сокову, мы не только снимаем достаточно быстро боль, но мы еще и лечим пораженные ткани или пораженные области. В 1980 году я разработал метод внутрикосной терапии, который до сих пор применяю с высокой степенью эффективности и безопасности. Многие наши врачи-специалисты по внутрикосной терапии активно применяют этот метод для лечения различных болевых синдромов. Одним из таких активных специалистов является врач-анестезиолог Белевский Евгений Вячеславович. Боль была настолько сильная, что эти уколы вообще даже не ощущались. Посоветую своим друзьям, коллегам обращаться на эту манипуляцию, потому что это быстро, эффективно и не больно. Где-то 70% населения, взять по России даже, у каждого человека болит спина. И я вот всех своих знакомых через знакомых направляю к нему. Говорю, это врач от Бога, к нему надо ехать. Он действительно делает чудеса. Он видит человека, что человеку плохо. Действительно, вот таких врачей надо беречь и давать им зеленый свет. Эффект уже можно почувствовать с первым манипуляцием. Обычно мы делаем три-четыре их. Но у всех боль она субъективна и воспринимается тоже субъективно. И зависит от того, насколько она по длительности беспокоит пациента. По поводу восприятия болевого синдрома, не больнее, чем внутримышечная инъекция. И если хотите оценить субъективное восприятие это пациентом, то у меня сейчас буквально за дверью сидит пациент, который пришел на процедуру. Вы у него все можете уточнить. Итак, у нас пациент с шейным остеохондрозом, который страдает очень длительное время. И сегодня мы будем проводить терапию внутрикосную. Ось лопатки слева. Сейчас я сделаю вам укол. Не пугаемся. Скажите, пожалуйста, как ваши ощущения? Ну, абсолютно нормальные. Ну, ощущение обычный укол. Я вообще рад, что я попал к этому специалисту, потому что я уже очень много лет мучаюсь шейным остеохондрозом. Вот все. Вот абсолютно. Просто я счастлив, что попал. Чувствую в надежные руки. Спасибо большое. Здоровья вам. Спасибо. С Евгением Вячеславовичем я познакомился на одном из мастер-классов, которые проводят для врачей России Всероссийская ассоциация интервенционного лечения боли. Евгений Вячеславович показался мне очень заинтересованным, знающим, профессионалом. Первое впечатление подтвердилось в процессе общения, когда Евгений Вячеславович приезжал к нам еще несколько раз. По поводу цены скажу вам, что это абсолютно доступная манипуляция и цены гораздо ниже, чем это в Москве, что позволяет пациентам из Подмосковья и Москвы приезжать даже сюда, к нам в Тверь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова